Николай Лена, объяви занятие. Во сколько? В двенадцать? Я немного хочу сказать о посте. Начинается пост. Объясните, кто знает, поднимите руки, для чего этот пост был установлен? С какой целью? И когда? Да. Это люди, которые считают Писание, все у нас и все. Я спрашиваю о том, что из храма только что сейчас вышли, 27 июня 21 года. Завтра начинается пост. Что такое пост Петрух? Кто его установил? Когда? С какой целью? Такие вопросы можно задавать? Каждый пост имеет свое назначение. У евреев тоже были посты. Это в знак Победы. Освящение храма. Апостольское правило 69 говорит только об одном посте в тройственном значении. Об одном. Это четыре десятницы великий пост. Подготовка встречи воскресшего Христа. И среда и пятница. И накладывается сразу, если какие-то эпидемии, если человек не исполняет. А я не могу или я болею. А мне батюшка разрешил. Хрещенник не имеет права нарушить ни один закон, тем более благословлять. Он может разрешить только то, что разрешает церковь. А это вне церкви, это никакого отношения не имеет к нам. Там написано, если зело молод, вот они мальчики молодые. Зело престарелое, вот оно лежит. И зело болящее. Зело, то есть очень. И может разрешить только вино, там грамм какой, елей, растительная масса. Больше он ничего не может дать. Ни рыбы, ничего. Вот об этих днях сказано. Остальные посты возникали в течение столетий. До 4 века никаких постов больше не знали. Оно же рождественски понятно. Встреча Рождества, это встреча Христа. Сделали что из этого? Новый год, Клаус, подарки. Апостольский пост, точно если говорить, это 8 с половиной столетий его не было. А установили его с той целью, чтобы возобновить то, что было раньше. Я насчитывал жития святых, немного знаком, все жития 12 томов. И скажу, я не знаю нигде за 4 веком, чтобы пост Петров исполняли с его назначением. Вот вы постились, поститься будете. Вы хотите полностью пост это выполнять, для чего он назначен? Желаете? И постились написано, и возложили на них руки, и пошли на проповедь. Проповедь, Евангелие, благовестие. Если этого нет, ничего нет, только одна требуха. Пост, это у нас играть начинаем на желудке. Пять органов чувств. То есть, главный орган веры от слышания, даже не от глаз, а от слышания от Слова Божия. Послание Крильма, 10 глава, 17 стих. От слышания, а его нету. Вот сегодня люди во всех храмах знают в заговоре. Это знают. Исполнять будут, не знаю, 10-то процентов будет или нет. А почему? Я не могу, я на работе. Студентам разрешили как шахтерам нарушать. В темнаре, в академии. Это вообще потрясение. Какие шахтеры? Где они копают под землей? Да и то на это нету. А я путешествующий. А я на войне. Это взято из Корана, из мусульманской книги. Даже нельзя назвать дурью, а безумием полным. Самая ненастроенная по отношению к христиан дружественная организация, так назовем. Мы все организация православная. Итак, благословись сегодня. И больше тебе благословения не надо. Скажи батюшке, мы пошли по соседним деревням. Бери Евангелие. У меня много Евангелий дам. Мы перестали ходить. Кто ходил? Не один. Если где-то стущится, там где-то встречается, то да. Назначение Петрова поста проповедь. Другого не было. Как только церковь стала государственной, стало выгодно быть христианом, все туда хлынуло. Монашество сразу возникло, как протест против омерщения церкви. Я сколько раз говорил, кому хочу сказать, их нету здесь. У вас смотритель кто среди сестер? Ну у нас понятно кто. Старосты избран. Братья наблюдают за порядком. Из сестер у нас известно там две сестры. У вас кто? Бывает у нас даже неудобно подойти. На молитве стоять. Руки вот так опускать. Нет этого. Это одну только картинку нарисовали сестра Елисавета Александра Федоровна. Зайдите у нас в храме. Минимум 41 икона. Нигде нет опущенных рук. А почему опущенные руки это означает и потерял все. Нет, стоят все время руки опущенные. Подскажите одной из сестер. У нас устав стоит платье не выше 10 сантиметров. Тут вопросов нет. Одно все время выше. Надо мерить четвертью. Ну мы маленько. Держите суставы-то. Я же не придумаю. И колени какие дрожащие. Хромлющие. И поэтому святые прямо сказали. Не ослабляй ногу как журавль на болоте. Вот так ногу. Стоять. Маленько отдохнул. Другая нога нету. Встал. Все. Руки на задине держат. Я сегодня делал одному замечание. Крестное знамение как совершит. Кланяется. Вроде бы хорошо. Сразу кланяется. Что это за гимнастика? В ласточку превратился или что? Вы тоже смотрите за этим. Потому что за нами глядят. И так. Ноги вместе. А если старый падает. Костылек. Маленько. Может там как-то. Но не так. Так стоят пехотинцы морские на корабле. Потому что их везут. Колеблется. Я видел. Ты больше нигде не увидишь. Я говорю о правилах. Которые православные. Я назывался православным. Пост этот имеет одно назначение. И мне он очень мешал. Когда лагерь был открытый. Все есть. И дать нельзя. Но мы заменяли пост легкий такой. Рыбы. И то другое. Я тогда стал просить. Я знаю. Я православный. Я не должен нарушать. Но у меня к нему расположение такое. Выдумка. Теперь я молюсь. Господи. Дай мне с любовью это принять. И тогда Бог открыл весь горизонт этого поста. Проповедь до конца вселенной. Я вымолил у Бога это. Попроси. И ты увидишь. Этот пост требует поправки от нас. Он церковному известно когда. Неделя после Пасха. Это Троица. Дальше. Начало. Всегда разное. Пасха. Ранее нет. А окончание 12 июля уже. Петр Павел. Аж почему. Ну. И все. Ну. Это означает церковь. Поставила воедино апостолов. Были Василий Великий, Григорий Боростов, Иоанн Затаус. И все начали говорить. Я Затауса признаю больше. А тот. Василий Великий там монастыри создал. Я его. Разделились. И церковь свела в один день их. И отмечает так. Так точно. Павел и Петр были казнены в разное время. В разные года. В разные месяца. В разные числа. Но церковь свела в этом. И так и отмечаем. У нас крещение. Потеряевки. 7 июля. Иван Купала называет. Это Рождество Иоанна Крестителя. Если попадает воскресенье. Если не попадает. Ну 7 допустим в субботу. То откладывается неделя в следующую. Нынче оно 11 июля. 10 июля. Суббота. У нас необычный будет день. Подготовка. Здесь кто? Игорь Валентинович. Не забывай. 10-го. Быть здесь. Ты в церковном совете состоишь. Совет дать какой-то там. Люди приезжать будут. Если конечно не перекроют. Перекрывают везде ходы. Некоторые семьями из других государств отрезали. Выйти невозможно. Канада такие наложила прещения. Кто возвращается там. Все это главное с одним. Ну кое-кто прорывается. Мы будем молиться о приезжающих. У нас как. После того как здесь все закончится. Батюшка решает кого допускать. А мы даем совет. Голосованием открытым. Батюшка делает решение. Мы только рекомендательный характер имеем. После этого мы обед устраиваем. Около лагеря. Там холм такой. Когда комаров отдувают. Всех с деревни приглашаем. Туда вывезем. Сразу. Надо будет через газель. Видимо туда. И оттуда сразу идем в холм. Где мы молились. Когда комары. Ну где башня стояла колхозная. А в субботу 10 июля. Будет костерно. Потому что люди издалека приехали. Один раз. Но у нас интересная была задумка. Но не ради шутки. Мы установили там столбы. Показали как футбольное поле. Даже никогда переклади не было. И волейбольное. Я разговаривал с братом. Мяч есть. В воскресенье. После крещения. Можно будет составить команду. Да и поиграть. Безгрешно. Независти. Ничего нет. Это. Физическое развитие. Оно мало полезно. А благочестие на все полезно. Мало полезно. Но не бесполезно. Вот это мы сразу скажем. Итак. Руки держать. Поклонитесь. Вот. Вы никогда не увидите у старообрядцев. Чтобы они руки вот так держали. Почему? А их учат этому. Вот пройдите здесь по храму. Я прошел по Кровском соборе. 470 насчитал. Может другой храм захватил. И нигде нет. Чтобы руки были опущены. Но это не случайно. Левая рука или храм держит. Или просто прижата. Или с кадилом. Сами. Проверьте где. Скажут. Да это иконы. Но они основаны на том. Что нам дают жития святых. Руки опустившиеся. Это значит все. Колени дрожащие. Это значит тоже хромает. Еще повторяю. Однажды я сказал одному человеку. Вот стоит в храме. Во время молитвы. Игорь. Будь внимательным. У тебя родственников много. И во время молитвы. Начинает. А тут еще особенного нету. С колен. Сказать это. А это много значит. Я раньше тоже не знал. Называется блудная лихорадка. Вышел человек. Я говорю. А ты почему так делал? А что? Называется блудная лихорадка. Как вы узнали? Я всю службу об луде думал. Я могу назвать имя. Все. Вот как. По поднятию ресниц определяется наклонность к блуду. Серахов. Значит в храме нужно стоять плотно и ничего больше не надо. Как ты можешь? Я немножко хотел сказать на тему поста. Да. Остальные посты там. Еще Успенский пост. Он вообще никакого отношения как бы к христианам не имеет. Божья Матерь Мила. Ну и что скорбь? Она идет на небо. Как нам говорит предание. Она взята воскресшая. И поста никакого не может. Но церковь установила. Да мало того строгость. Это как бы отделено от великого поста. Вначале тут наговора нет этого. Великий пост я никогда не знал. Ян Затауст подвел его под требование Божье. А как? Суббота и воскресенье. Даже во время великого поста разрешается растительное масло. Пост неполный. Полных пять дней в неделе. Семь недель. Сколько? Пять и семь? Тридцать пять. Постная неделя. Только одна перед Пасхой. Сколько? Тридцать шесть. И с утра до вечера с половиной. Тридцать шесть с половиной. В году дней триста шестьдесят пять. Ровно десятину, говорит, Бог берет себе. Даже до потрясения. Как это так может быть? И больше нигде об этом не сказано. Но мы православные. Чтобы не было, мы бунтуем или что-то. Чтобы мы знали. Перевели это на духовное. Духовное судит обо всем. А мирской человек никого не может судить и прочее. Если в этом вопросе непонятно. Занятия идут с двенадцати. Я там отвечу на все эти вопросы. Профессор Скабалинович. Это еще до революции было. Киевский. Одна книга у нас есть. У брата Севастьяна. Он приобрел ее. Там все абсолютно по датам. Когда святые божи, святые крепкие. Все абсолютно показано. Вот вы красите яйца куриные там какие. И куличи печете. Что означает яйцо? А вот Мария Магдалина пришла к императору Тиверию. Дала яйцо ему. Сказала. Женщина. Императору Всемирной Империи. Да ты маленько-то ну думай. Кто тебе будет? Тем более еврейка. Откуда-то пришла. Сказала. Дала яйцо. Вот если оно покраснеет. Он сказал. Значит Христос воскрес. За кого вы считаете? Гонителей, которые уничтожали церковь дотла. Будут на каждом шагу все выдумка. Если теперь скорлупа это гроб. А там внутри жизнь. То наши печеные яйца вообще ничего не значат. Кроме того, что мы мертвые. А что означают куличи? Это гроб Господи. Ничего себе гробоеды. Другого толкования то нету. А дальше уже язычники такое налепили. И говорят. Уши вянут. Мы должны четко и ясно сказать. Не христианское, но нам нравится. Хорошее, понимаете. Вкусное после поста. Ну надо не лукавить. Что вокруг нас одни глупые люди разве это? Церковь этого не устанавливала. Нигде нет. А вот я думаю пойти на благовестие. А священник благословит. Не надо его благословение. Не надо. Оно ниже божественного. Феофан Затворник говорит. Если священник говорит благословляю. А Бог говорит через Писание не благословляю. Что будет утверждено на небе? Весь ответ. Бог благословил тебя. Иди и проповедуй не останавливайся. Притом всякая тварь не выбирает. От хорошей, от от плохой. А вы знаете, перед свиньями не бросать. А кто свинья, ты знаешь? Это христиане, которые живут греховной жизнью. А псы? Псы неверующие. И те, которые гнали Христа. Коммунисты, фашисты. То есть вся эта свора масоны. И мы не знаем, кто он. Когда, говорит, после первого, второго разумления. Считаем мы 3-10 титул. Еретика отвращается. И он еретик. Но ты не знаешь раз и другой ему. Скажи, когда он отвергает и хулит. Тогда больше не говори. Отвергнешь от него. Но первая твоя проповедь, она для всех. Ты же не знаешь, кто это примет. Я делал сравнение такое. Я говорю, вот в зоопарках, когда были, бывают и львы. А там посредине такая, как тумба. И вокруг вода налитая. Для чего это сделано? Я говорю, если там бы ваш сын на этой стоял, И кидать хлеб не долетит. Ты бы день и ночь метал туда калачи. Хоть бы один поймал, выжил. А выжить на сутки? Я просто придумаю такой вопрос. Ты будешь кидать ему? Хотя многие хлебы упали. Да, конечно. Так и здесь. Ты проповедуй. Для проповеди, как Феофан Заторник говорит, нужна благодать тройственная. Благодать призывающая. То есть иди и проповедуй. Ее нету. Православных нету. Вторая, говорит, счастье благодати. Не счастье, а вид ее назовем так. Обращающая. Она зависит от Бога и от того, кто слушает. Тебе не обратить его. Вот в прошлый раз у нас здесь было. Приехал 50-ник, ему 60 с лишним лет. Он 50 лет, я говорю, в этой вере нахожусь. Стоило подойти. Я не знал. Я даже визуально подумал, это наши кто-то. И говорил не больше десяти минут. Я готов принять православие. Это только Бог может сделать. Никакой заслуги, проповедника здесь нету. Уже первая благодать. Это твоя идея. Иди. Патриарх говорит, я посылаю на надырь монаха. А там, владыка, кислороду мало. Да какой тебе кислород, когда ты монах? Кислороду мало. И третья, благодать освящающая. То есть прийти в церковь, и благодать это священство, епископат, которые все таинства дают. Сектанты первые две части, которые я назвал, призывающие, обращающие. У них везде по всему на этом построены. Третьей нет. Они секта. Наследники Дафана, Верона и Корея. Мы знаем литургию, это небесная часть. Но если после первой, куда ты лезешь, когда ты не уверовал? Одно сорок раз Господи помилуй. А ты скажи три раза, Господи, благодарю Тебя, что избрал меня. Избрал? Да как ты можешь говорить? Написано мало избранных. Тебе Бог должен положить на сердце. Ты бы не стоял сейчас, не слушал. В храм бы не пришел. В этом уже признаки избрания твоего. Потерявки 30 лет. Ни одна скотина наша не слышала мата. Я так полагаю. Я не слышал, чтобы наши люди где-то скверно выражались. Что это означает? Означает, что Господь хранит. У нас есть многое того, что ни в одном селении нет. Вот кратко о посте. С молитвой. А не так, что наедаться там на пост хватило. А говорит, а что в зубах? Тот не думая, сказал, ну в зубах что сделаешь? Проглотишь. Я закушу, говорит, свинью за ногу, когда она пожаренная. Нас весь пост хватит. Но это уже не верующий человек. Хорошо слышишь? Я это сказал для того, чтобы мы были единодушны. Где-то мы можем по-разному понимать. Самая сегодня трудная должность быть земледельцем. Против него как бы идет и погода. И какие-то там жучки разные. Государство никак не помогает. Поэтому, кто у вас занимается сельским хозяйством, и вы знаете, включите их в постоянную молитву. Чтобы Господь от всего ненужного избавил нас. А это прорастало. Мы молимся, всегда поминаем Игорь, Евгений Алексеевич Долгов и Андрей Головач у нас там что-то тоже приобретает, кормит. Мы каждый день, когда выходим там на краю поля, их поминаем. Мы просим поддержки. У меня все. В руки Божьи все передайте. Радость и свет будет от нас идти. Радость. 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 Радость.